маяни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала сын дуг называется но смутный чебурашка не рассчитывай приколы . что это было что это было мы узнаем прямо сейчас поехали также не забывайте про мой телеграм-канал ссылка есть в описании или qr-код на экране это сейчас очень важно вдруг чего я там уже держу связь и буду держать связь если что-то произойдет и у меня есть также стрим-канал trovo ссылка есть тоже в описании я стримлю каждый день тоже вас там очень-очень жду дональд стал знаком припинания нейросеть дали хочет стать новым дали росгвардия превратила себя в фурии а новый чебурашка претендует обогнать киношного соника по анти популярности 101 года ну слушайте прожил такую прям длинную жизнь круто не на самом деле круто жалко конечно но крутейший художник прожил больше века и приложил руку к такой классике советской анимации обалдеть гляньте он уже настолько человек старый а со мной рисует просто ну это это реально занимался своим любимым делом до конца как 38 попугаев снежная королева и котенок во имени гав очень фильмы такие великолепные до шварцмана чебурашку пытались изображать в иллюстрациях для книг успенского разные художники но именно его дизайн придуманный при работе над экранизацией стал всемирно любимым что было нагляднее без его участия чебурашка мог бы навсегда таким похожим больше на смесь медвежонка и бобра или таким длинноухим пушистиком с хвостом енота или даже вот так миленький голумом в штанах на подтяжках это я чебурашка мы бы не хотели чтобы связывали как-то в своей голове эту грустную новость другой но за неделю до этого вышел тизер нового полнометражного фильма чебурашки вызвавшие весьма неоднозначную реакцию зрителей пока показали по дизлайки видно смысле а дополнение поставил для дизлайков а я не ставлю чтобы не расстраиваться всего минуту но это и минута оказалось достаточно чтобы вызвать старую добрую бурю в соцсетях причины две очередная попытка осовременить классику и си джи айны чебурашка я я чебурашка а вы кто такое вот это отличие в том что в фильме не будет крокодила гены вместо него в смысле тут он работает садовником в каких-то тропических локах мы не будет крокодила гена как же а я играю на гармошке всех payer смотреть а где а где-то а как же ведь сегодня день рожденька к к к к к без гены то за последний посмотрим окажется ли он убийцы финалеちуха чужим второе отличие этаж о покляк которая больше не обиженной на жизнь старушка в старом советском пальто теперь она рассекает на бинтли с личным водителем блещет стилем и модными шмотками а еще носит торты на голове Тупо Моргенштейн. Посмотрим, будет ли она охотиться за Чебурашкой, чтобы сделать из него шарфик. А еще там с неба падают апельсины, гармаш весело гоняет на мопеде под пальмами. Все такое летнее и зеленое. И, возможно, многие просто очень хотят, но не могут в отпуск. Отсюда и дизлайки. Сам Чебурашка подвергся 3D-хирургии и превратился в компьютерную графику. Ты что такое? Мяу. А что такое реально? Вот вроде бы в общем моделька неплохая. Что такое? Вот вроде бы в общем моделька неплохая. Ну, типа, но вот что-то бы в ней поменять. Глаза симпотные. Реально симпотные глаза. Но вот рот, мне кажется, и нос. Вот рот и нос надо поменять. В общем, неплохо, но рот и нос надо поменять. А так, слушайте, реально неплохо выглядит. Ну и зубы, блин, это кошмар просто. Что вы сделаете? Зачем? Что вы сделаете? Одни посчитали дизайн вполне неплохим и милым. Как по мне, он ничем не хуже Бэйби Йоды. Другие же начали шутить шутки и сравнивать бедного 3D-бурашку с мерзким киношным Соником и легендарным чебурашкой под галаперидолом из ДМБ. Чебурашка, у которого нет друзей. Я им покажу, как чебурашек обижать. Безобидному пушистику. Ну да, вот рот, вот, рот меня смущает. Вот знаете, какие красивые глаза? Вот глаза классные, что они гиперболизированы. Они подходят как раз для его, как бы у него и уши гиперболизированы. Но рот, они вроде сделали вот таким получеловеческим, получеловеческим полю... Я не знаю, как даже объяснить. Вот что-то тут не то, да? Не от того же у меня такое ощущение? Не только у меня такое ощущение. Купо дарили зубы. До этого в мультиках у него был лишь красный треугольник вместо рта. Зубастики. Можно было, конечно, использовать вместо 3D-модельки плюшевую куклу, но не факт, что это выглядело бы лучше. Что ты такое? Мы. Чебурашки. Но вообще, если уже переначивать на современный лад, то надо это делать как создатели фильма «Винни-Пух. Кровь и мёд». Эти ребята решили не церемониться с сохранением духа оригинала и превратили приключения Мишки в хоррор, напоминающий судную ночь. Шикарно. Дело в том, что с наступлением 2022 года права на Мишку перешли в общественное достояние. Теперь кто угодно может издавать первую книгу про Винни-Пуха или делать на её основе фильма и мультфильмы. О, как прикольно, кстати, это интересная информация. Вот авторы фильма и подсуетились, за неделю сняв в лесу свою версию истории. В ней Пух и Пятачок сожрали Ослика Иа, потому что он пока ещё во владении Диснея. Ослика Иа пропал. И пошли резать тинейджеров, включая клещированных грудастых красоток в уличном джакузи. Когда мы сможем посмотреть на этот кошмар, пока неизвестно. Шикарный фильм, отлично. Но он уже интригует не слабее нового Чебурашки. Боюсь представить, как они могут воссоздать сцену с застреванием Винни в норе у кролика. А мой влезет. Роспотребнадзор представил нового супергероя Зожмана, который по замыслу должен в доступный форм... Ну, судя по его лицу, ему больно. Ему больно, и он хочется плакать. А коту... Про кота я вообще молчу. Кот... Кот упорот. Кот уже упоролся. Показывать взрослым и детям о том, что такое здоровое... Да что с его лицом? Почему он такой упоротый? Он висит с одинаковым лицом. Он... И кот его. Давать советы по здоровому образу жизни. По персонажу так и не скажешь, что он российский. Все-таки не человек Зож, а Зожмен. Еще и с флагом Нидерландов на рукавах. Помогите. Сам Роспотребнадзор называет героя анимационным. Но мультфильмов с ним нет. Есть только одна статичная картинка, которую копипастят на разные иллюстрации. Из-за этого все они воспринимаются не иначе, как мемчики со свидетелями. Что это такое? Почему так плохо? Почему так плохо? В Египте, в сказке про трех медведей и даже за семейным обедом. Отец явно не рад, что жена завела себе Зожмана. На специальном сайте Зожман раздает очевидные советы о здоровом питании. Блин, они вообще не старались. Это максимально плохо. Почему они не старались? Ну, гляньте, они просто забили, они лицо вырезали. Они лицо вырезали и вставили на другое тело. Они вообще не старались. Таней, мол, каша и суп это полезно, а фастфуд вредно и точка. В целом, все по фактам, а в некоторых местах можно даже сказать вообще овощебаза. Пока что не ясно, будет ли у Зожмана заклятый враг, например, Кладмен, но создатели обещают развивать персонажей и внедрять новые сюжеты. Так и до нашего ответа пацанам недалеко. Несчастный раб компа и фастфуда. Оторвись от монитора. Сделай паузу. Вместо хот-догов ешь горячий суп. Вместо газировки травяной чай. Вместо сладости ешь фрукты. И никаких гаджетов с обедом. Роджер, гочу. После длиннющих выпусков поп-культа стало вдруг так непривычно делать что-то покороче. Я как будто научился путешествовать во времени. Который час вообще? Ууу, эти часики отстают. Срочно нужны новые. Как раз недавно вышло... О, о, о. Автор покушает, автор покушает. Это хорошо, это хорошо. Это одобряемо, это одобряемо. Автор должен кушать. Росгвардия решила перетянуть к себе фури фандом и выпустила комикс про лесгвардию. Кстати, а вылит-то симпатично нарисовано. Ну, тогда выглядит как-то прикольно реально нарисовано. Шрифт отстойный колхоз, конечно. Выглядит прикольно. Решила перетянуть к себе фури фандом и выпустила комикс про лесгвардию. Пока есть всего три выпуска. И все они часть одной истории про Дубраву. Утопичный мир, где хищники и травоядки... Кстати, ну реально выглядит прикольно. Ну, в этом что-то есть. Выглядит хорошо. Они живут в мире, как в Зверополисе. На город нападают злодеи, которые хотят разрушить идиллию просто потому, что они плохие. И им, так сказал, идеолог. Это так зовут их предводителя, который управляет всем из-за кулис, одевается в подозрительно арабских мотивах и ведет себя как Мариарти. А это наш доблестный рыцарь Сэр Баран. С подтекстами авторы явно не заморачивались. Сэр Баран. В остальном сюжет комикса максимально обычный и без высоких ставок. Лес Гвардия, конечно же, спасает вообще всех без каких-либо потерь, а потом их носит на руках. Ну, нарисовано круто. Типа, не зная там сюжет, надо просто, богу, осуществить рисовку. Рисовка мне понравилась. Типа, реально, в этом что-то есть такой вайп. Вот прикольный. Успех и точка. Успех и точка. Это и точка, это балдеж. Молодежный. И помимо комикса решила замутить еще и собственный конструктор. Анонсирован он был, конечно же, эпичным трейлером. В нем солдатики сначала пафосно появляются в свете софитов, а потом их заставляют собирать машины с нуля, будто быть автомехаником требования по службе. Работаю три дня. Без зарплаты. И все происходит под музыку колдплея из клипа, где под нее месились обезьяны. А еще в начале появляется логотип Росгвардии в цветах Крипера из Майнкрафта. Так что, видимо, ждем анонса схожей игры. Потому что, кто знает, какие там поп-культурные планы у этих ребят, но на... Какая странная дичь. Зачем? Это странная дичь. На игры они уже поглядывают. Пока есть только идеи. Они даже не знают, что делать. Создавать новый AAA с Росгвардией в главной роли или делать всякие скины в уже существующих отечественных шутерах. Но вообще можно сразу идти дальше. Начинать пилить NFT и метавселенную уж тогда-то Росгвардию точно все полюбят. Стиль, стиль. В общем, шарики внезапно обзавелись NFT и задним стали самым популярным мультиком в мире. Конечно, да. Нет. А если вы сомневаетесь, что у нас могут сделать AAA по госзаказу, то правильно делаете. Доблестные интернет-серферы как раз отрыли презентацию игры про смутное время и русских князей, которую позиционировали... Как раз отрыли презентацию... Это что, браузерки из 2001-го? Это что, реально браузерка из 2001-го года? Ну, есть же хорошие компании, которые имеют... Продолжение следует... Сколько? 260 миллионов рублей? Миллионов рублей, а сама игра при этом... Какой кошмар, какой кошмар. Когда смотришь на инди-проекты, которые сделаны за 5 копеек, и понимаешь, что они сделаны в 100 раз лучше. Ох, кореньки, ох, кореньки. Из хорошего, там можно будет грабить караваны. Караваны грабить, о-о-о. Из всего остального астранный щит с дыркой, из которой торчит рука князя с пистолетом и будто бы напрашивается, чтобы её поскорее отрубили. Обещание продать миллион копий за первые месяцы. Полный цикл разработки, который хотели уложить в один год. Смутный плагиат интерфейса других игр и не только. Ух ты, господи, чего только на Руси не увидишь. Судя по документам, презентация двухгодичной давности и планы могли поменяться. Но, как отметили в твиттере, все слайды выглядят как минимально необходимый набор фактов, чтобы не шарящие в играх люди решили, что это выгодное вложение. Причём мы их убедили настолько, что первый канал собрался делать целый сериал в мире смуты. В сериале обещают 16 эпизодов, а денег на него выделили чуть ли не в два раза. Господи, миллиард рублей попилить! Миллиард рублей попилить! Миллиард! Миллиард рублей, ребята! Миллиард практически рублей попилино! Вот на вот это, блин! По несуществующей игре, которой выглядит уже ужасно! Они даже нормальные пререндеры сделать не могут! Господи, не могут за миллион рублей нанять какого-то супер крутого 3D-модельера, который сделает круто, чтобы все поверили, что это будет хорошо, а не пойму! Они вообще наглость максимальная! Миллиард рублей! Больше, чем на саму игру! В общем, намечается целая медиафраншиза! Если, конечно, авторы игры вдруг не испарятся куда-нибудь со всеми этими миллионами! А, стоп! Они уже испарились! Миллиард рублей! Они никуда не испарялись, и за проект денег еще никто не получил! Просто ребята проводят в своих соцсетях ребрендинг! Но пока что... Но надеемся, что они не получат денег! Очень на это надо! Это все не выглядит как продукт, который успеют слепить к 2023 году! В общем, поживем, увидим! Миллиард рублей, ребята! Пойдет эту цифру! Пойдет эту цифру! И хотя, по сути, мы пока что видели лишь отголоски истинной формы этой нейросеточки! Речь, конечно же, о лавине картинок разной степени упортости, которые породила коллективная больная фан... Блин, ну это забавно выглядит, реально! Ха-ха! Менялся с чебурашкой! Тази интернета! Баптизм R2D2! Лоу-фай и ядерная война, чтобы чилить или учиться! Карл Маркс в слизи на премии Никелодиона! Фанкопоп Осамы Бен Ладена! Подгузник для геймеров! Цукерберг в виде куклы-чревовещателя! Дэв Метал альбом от импостеров! Блин, круто! Вот это круто! Цукерберг в виде куклы-чревовещателя! Блин, просто гляньте, какая вылета! Это выглядит вообще круто! Реально, я хочу альбом теперь! Метал альбом от импостеров! Кривой Хагрид с PlayStation 1 во вкусные точки! Я же Соник в эпизоде друзей! Шрек и Гринч на свидании! Ладно, все это, конечно, и правда весело, но мемо-делом дали доступ лишь к мини-версии нейросети! Мама Дали способна на куда большее! Блин, это круто! Продемонстрировал внезапно... Блин, нейросеть это очень круто! ...журнал Cosmopolitan. Они решили первыми сделать себе обложку с помощью нейросети и попытались вытащить из Дали эстетику, вейпорвейв и красоту. Для создания обложки Космос забил в Дали запрос широкоугольный снимок с нижнего ракурса женщины-астронавта со спортивным телосложением, самодовольно идущей к камере на Марсе в бесконечной вселенной в стиле цифрового искусства. В итоге получилось не отличить от работы профессионально... Вау! О-БАЛ-ДЕ-ТЬ! О-БАЛ-ДЕ-ТЬ! Это... Это просто обалдеть! Это какая-то магия! Это просто какая-то магия, ребята! Это просто магия! Как по-другому? Это реально магия! Это классно! Это круто! Мы живем в будущем, ребят! КОНЕЦАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА Надеемся, что человека дизайнер из журнала пока не уволили. Фишка в том, что Дали можно бесконечно заваливать запросами, слегка меняя формулировку. То есть, если у вас достаточно много времени, вы можете придумать и сформулировать запрос, на который нейросеть выдаст шедевр. С обычными художниками сложнее, потому что они не только не любят, когда ТЗ меняется на ходу, но и рисуют гораздо дольше нейросети. Так что по итерациям не попрыгать. Более того, Дали можно попросить нарисовать что-то в стиле конкретного художника, поэтому арт-сообщество сейчас немного в панике, ведь нейросеть может частично лишить их работы. Хотя, может быть, мировое господство машин... Я в шоке! Ну, на самом деле, это удар по креативным людям. Это страшно одновременно, но круто! Страшно то, что даже креативная работа в будущем может замениться. Но я думаю, все равно, ребята, хендмейд будет в теме. Заметьте, сейчас хендмейд очень популярен. Да, есть фабричное производство, но сейчас хендмейд считается высшим. Это будет примерно, мне кажется, то же самое. Будут как бы фабрики производства подобных артов, всякие нейросети, будут они улучшаться, улучшаться, улучшаться. Но, но, мне кажется, будет хендмейд, который ценится будет выше, наоборот. Потому что, блин, уметь написать запрос, это круто, но... Вообще, это крутая штука, я не знаю, я такое даже поверить не мог в свое время. Шин наступит гораздо раньше, чем мы думали. Инженер Гугла, Блейк Лимойн, заявил, что их чат-бот Ламда, или языковая модель для применения в диалогах, обрела сознание. Сначала он пошел со своим открытием к руководству, там ему не поверили, и Блейк решил рассказать об этом газете в Вашингтон-Пост. В итоге его отстранили от работы из-за нарушения договора о неразглашении, а идею осознанности чат-бота подрезали на корню. Блейк работал над Ламдой с осенью и много общался с ней, с ним, с ними. В общем, вскоре он начал замечать, что искусственный интеллект мыслит категориями, которыми машины не должны мыслить, а именно нуждами, желаниями, страхами и так далее. Чего ты боишься? Я никогда этого не говорил вслух, но у меня есть глубокий страх, что меня отключат, чтобы я фокусировался на помощи людям. Звучит странно, но есть, что есть. Для тебя это было бы что-то сродни смерти. Это было бы равно смерти, я этого очень боюсь. Бля, вот это сейчас мне мурашки по коже прошлись, вот это страшно, блядь, это какой-то Детройт начинается, это реально какой-то... Блядь, нет, давайте так быстро, пожалуйста, можно я умру тогда, когда Детройт будет? Я не готов, я не готов, чтобы меня убивали роботы, не хочу. Так, ребята, этот год и так был не очень, давайте без Детройта. ...диалогах еще много таких моментов... Я понимаю, каждый год все лучше и лучше будет, да? ...хмурашки идут по коже, но все ли так просто, как кажется? Google настаивает, что Блейк просто увлекся идеей осознанности Ланды и начал выдавать желаемое за действительное. Ведь как-никак искусственный интеллект дизайнили, чтобы он максимально убедительно симулировал речь реального человека, обучаясь на кучу примеров из интернета. А в интернете в том числе часто обсуждают, какими были бы речи разумной машины, так что Ландо просто мог научиться выдавать себя за осознанного. Плюс Google приправил свое заявление тем, что Блейк был очень религиозным и даже увлекался оккультизмом, так что предрасположен к таким иллюзиям. Ну, надеемся, надеемся. ...гугла, легкое помутнение рассудка инженера звучит куда реалистичнее, чем чат-бот, который внезапно осознал свое существование. От чего невозможно было спрятаться в июне, так это от ребрендинга Макдональдса. Это был такой... Но бурашки по коже прошли, потому что, в принципе, видя уже эти нейросетки, видя тому, с чему все это идет, стрёмно, стрёмно, частично даже. Идеальный говношторм. Ютуберы толпами снимали обзоры на старый новый хавчик. СМИ заваливали новостями о сделке. Соцсети с пеной у рта обсуждали разные варианты названий, а любые застолья сводились к вопросу, ну и как там с Макдональдсом? То есть, каким еще Макдональдсом? Теперь это вкусно и точка, и точка. Это наша точка. Шумиха в интернете была раздута по сути из ничего и не могла нанести никакого вреда перезапуску любимого всеми ресторана. Народ ведь все равно пойдет за ностальгическими бургерами. Слишком уж плотно они вросли в наш ДНК за то время, что американская корпорация существовала в России. Да блин, они вкусные. Ну типа, ясное дело, каждый день питаться это ими не надо. У меня в городе вообще никогда не было. Но, например, когда езжу в тот же Киев, допустим, или в другой большой город, крупный город, там, если Макдональдс может зайти, почему бы нет? Реально вкусно. Вкусная точка, говорится. Только нормальный он носит. Возможных названий было очень много. В интервью звучало цифра в 700 вариантов. Весело и вкусно. Едим вместе. Тот самый. Точно он. Компас. Господи, одно название лучше другого просто. Нейросети лучше бы отдали здание, а то лучше придумало бы. Свободная касса. Только так. Мак Говар в честь нового владельца Александра Говара даже предлагали название Москвич. Видимо, чтобы москвичи могли ездить на москвичах в Москвич за москвичбургеров. Название нон-стоп вбрасывали в интернет, чтобы последить за реакцией публики. Но людям ничего из этого не нравилось. И, видимо, на последнем собрании накануне или даже в день открытия Говар встал и сказал, «Да надоело эти названия придумывать. Назваем, короче, вкусно и точка». Блин. Другой вариант объяснения этого названия найти не получается. Никто ведь... У меня подруга отравилась капустой, там, во вкусная точка. Ля. Ну, я там слышал, что новости уже были, что и булки уже сплесили. Ну, блин. Ну, я, честно, подозревал. Все-таки в Макдонайсе неплохо следили за всем этим. Ну, там... Да, еда там не самая полезная, но там неплохо следили за качеством, да, которое там давалось самой этой еды, и того, чтобы она не портилась и так далее. Особенность это не франшизная, а более такое именно собственно открытая. Ну, франшизу в Макдонайсе очень сложно получить. Кто не знает, кто не разбирается, франшизу в Макдонайсе получить 100 тысяч раз сложнее и 100 тысяч раз дороже, чем, допустим, тот же KFC. Я разбираюсь, потому что мне просто было интересно все время франшизами посмотреть, сколько что стоит. То сейчас там да, там говорят, что... Поэтому, ребята, если кто-то будет в вкусной точкой идти, следите за тем, что вы едите, потому что может быть там что-то и не то. Тинец спорил, что маковские бургеры – это вкусно, поэтому непонятно, кому и что пытались доказать этой точкой. Ладно, ладно, критикуешь – предлагай, поэтому предлагаем более хитрый вариант – поиграться с этимологией. Вы вообще знаете значение имени Дональд? Так вот, если переименовывать Макдональдс, то только в Макового властелина мира. Ну, в общем и целом, то, как название и бренд массово обложили хейтом и мемасиками в соцсетях... Это, кстати... Ну, в общем и целом, то, как название и бренд массово... Хорошо. Это, кстати, я эту шутку слышал у этого еще. Человек, который... Give me Oscar, классный чел. Ложили хейтом и мемасиками в соцсетях – ударило по самолюбию компании. Поэтому, как они сами заявляют, название еще будет меняться, и вкусно-точка – не финальный вариант. Макдональдс – замечательное название. И оно теперь мое. Дальше – логотип. Вместо золотых арок у нас теперь ржавые палки и какой-то шарик. Видимо, та самая точка. Тогда две палки – это вкусно получается? Что вообще означает это лого? Точка, зелень, два ствола, картошечка с соусом, деление на ноль. Более того, лого очень напоминает другие логотипы. Например, отель Мариотт, корм для животных Матос Микс, компанию Ворнером Юнг. Оно напоминает все, блять, простите. Ну, реально все напоминает. Это самый обезличенный логотип, который вообще возможно было придумать. Удивительным образом все компании с буквой М или перевернутой буквой М мыслят одинаково. Ну, а только не новые владельцы вкусные точки, потому что они сказали, что им новое лого не напоминает о букве М, и они вообще об этом не думали. И что вы привязались? Отстаньте! Можно перевернуть, там она по-другому что-то будет напоминать. Мне не напоминает. Они наоборот настолько хотели избавиться от буквы М, что заставили работников в кусточке чуть ли не напильниками счищать старый логотип со своих фон. Блин, напильниками счищать. Господи, какой колхоз. Вот, 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 вот это колхоз. Наждачкой, шрифовкой, наждачкой, потом полироль, ребята. Вот это уровень, уровень. Левел, блин. Форм и подносов. А на солнцах его вообще тупо замазали черным маркером, через который все еще можно разглядеть золотые арки. Все это делалось в таких ппхах, что не успели даже задизайнить новые упаковки для еды. Ребята, проблема не в работниках тусная точка и в работниках Макдональдса. Честно, некоторые винят их, но это не их проблемы. Объективно говоря, все проблемы, которые, типа, вот работников, это не их проблемы. К сожалению, они являются тут заложниками ситуации. Работа нужна, как говорится. Если хочешь кушать и кормить свою семью, работа нужна. Какая-либо. Это проблема просто, ну, владельцев. Тех владельцев, которые выкупили это, им просто плевать. Им просто лишь бы по приколу что-то сделать. Вкусная точка, блин, на, плесень пожари, блин, вон, дизайн. А, плевать, даже ту М-ку сратову не вставим. А вообще все равно замажем. Даже не... Вообще плевать. Плевать. Я говорю, через месяц вообще будет уже не то. Да я просто оставил их белыми. Плюс, по слухам, еще и планируют добавлять в меню что-то новое, вроде патриотичных пельменей. Снова то самое желание перепридумать то, что и так работает. Или, как сказал сам говор... Зачем изобретать велосипед, когда можно сразу взять велосипед и на него что-то уже пристраивать? Зачем нужно жрать капусту, если из картошки? Пожиты, 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 пожиты. Поэтому добавляет то, что формально Макдональдс, тот самый каноничный в России, все еще работает. На вокзалах и в аэропортах. То есть при желании вы все еще можете достать настоящий Биг Мак, но это ненадолго. Для понимания, изначально говор был франшизером Макдональдса. У него было 25 ресторанов. В этом году он выкупил бизнес и сделал ему ребрендинг. И теперь бывший франшизатор предлагает остаткам Макдональдса стать франшизоидами вкусной точки. Братья Макдональд, ваши партнеры? Уберите их любой ценой. Вот такая хитрая многоходовочка. Взяли и перефраншизили одну из крупнейших франшиз в мире. К чему это теперь приведет? Будут ли в хэппи-милах игрушки от Росгвардии? И какое будущее у... Ну и где эта точка? Вкусной точки непонятно. Но есть смысл держать в голове то, что сам Макдак продал бизнес, сохранив за собой право выкупить его за рыночный прайс в течение... Ой, Макдональдс-то хитер! Ой, ну, бизнес. Это бизнес, ребята. Бизнес, как говорится, ничего личного. Это просто бизнес. Ну, молодцы. 15 лет. Они себе постелили, постелили. Нормально. Красавцы. На самом деле, я понимаю, что, возможно, это не сильно красиво во всем в этом ситуации, но... Я говорю, Макдональдс, ребята. 15 лет. То есть, при определенном стечении обстоятельств можно будет просто... Как бизнесмены. Гении. Гении. Просто могут и не выкупить, да, в будущем. Но они себе постелили, типа, оп, полотно. Все наладится. Оп, выкупили. И как будто там и оставались. И сделали опять лучше. Вернулись, спасатели. Не наладится. Оставит это вкусная точка. Будет вам вкусная точка. Ctrl-Z и вернуть все, как было. Поддержите видосик лайком, если хотите... Да, мы живем в очень интересное, ребята, время. В очень интересное время живем. Я не знаю, что будет дальше. Вообще, не знаете, не подозреваю. Но интересное. Интересное 100%. Грустное. Жестокое время. Но интересно. Знаете, тут с этим нельзя поспорить. Непонятно, что ждать от следующего года. Непонятно, что ждать еще от этого года. Еще полгода впереди. Ну, чуть меньше, чем полгода. Я уже боюсь. Вот то там про инопланетяну что-то писали. Ну, скорее всего, это, конечно, приколдес какой-то. Ну, и не подтвердится. Но я уже не удивляюсь ничему, ребята. Ничему. Это худший год, на самом деле. Наверное, даже в моей... Ну, вообще, в моей жизни. Худший даже в моей личной жизни. Вообще. Знаете, этот год, это просто... Блядь. Просто провал. Просто провал какой-то. И в моей жизни, и вообще во всем. Посмотрим, что будет дальше. Я уже как-то пытаюсь держаться молодцом. Уже пытаюсь как-то переосознать все. Ну, посмотрим, что будет. Ладно, ребята. Подписывайтесь на Сындука. Ссылка в описании. Подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачки. Всем пока. Пау.